И пришли к выводу, что только те компании, которые находят что-то уникальное, когда ты конкурируешь на старых условиях всем известным, ну, например, когда продается один и тот же продукт, когда предлагается один и тот же сервис, одно и то же качество сервиса, там, здравствуйте, проходите, давай, давай, все умеют это делать. Когда вы конкурируете одними и теми же инструментами, это называется алый океан. То есть вот все делают примерно одно и то же. И удел компаний, которые работают на поле, ну, пытаются выжить на поле Красного океана, это только демпинг, ну, согласитесь. И понижать цены на свою продукцию, а это ни к чему хорошему никогда не приведет. Это в итоге уменьшает твою прибыль, и компания погибает. А вот чтобы... А голубой океан – это какие-то новые вещи, которые не делает до тебя никто. И вот чтобы быть успешным в любом деле, в любой индустрии, нужно найти тот самый голубой океан. Вот просто элементарный пример, опять же, из книжки, да, на примере чайников. Вот была английская компания, она продавала чайники. Продавала, продавала, но потом стала куча компаний, которые продают чайники. А в Англии – это чаепитие, это ж церемония, это ж традиция и так далее. И что, как конкурировать? Снизить цены на чайники? Ну, умрем рано или поздно. Что они сделали? Они просто втихнули в этот чайник ситечко. Чего не делал до них никто. Тем самым повысив качество воды. Вот вам, ну, элементарно, голубой океан. И все. Ну, и так далее. Я не буду сейчас все перечислять. В общем, тема какая? Для того, чтобы быть успешным, нужно быть уникальным. И мы, как компания, попытались найти, в чем мы можем быть уникальными. У нас широкий... На что вот до сих пор всегда звали лидеры? У нас широкий ассортимент качественной косметики. Было такое в предложениях, да? Да. Это сейчас уникально? Не уникально. Мы предлагаем качественную и доступную антивозрастную косметику. Уникально? Да нет. Мы предлагаем возможности независимого дохода. Ну, много сейчас MLM-компаний, которые предлагают возможности независимого дохода. А мы, что мы попытались? Мы попытались все наши сильные стороны сформулировать в уникальное сообщение. Да? И мы говорим, что мы сейчас предлагаем стиль жизни, красота как образ жизни, да? Возможности дохода и карьеры с помощью концепции красота как образ жизни. То есть комплексный подход к тем самым потребностям, которые существуют на рынке. И уникальность, друзья, будет еще заключаться в том, насколько быстро, качественно и грамотно мы с вами научимся вот эту тему коммуницировать. Да? То есть как бы сложить это все в кучку-то не сложно. Главное, чтобы в жизни, в реальной работе вот этот вот посыл комплексного подхода к красоте, да, красота как образ жизни, мы смогли передать нормальными человеческими словами. Мы, говоря о нашем бренде, как мы хотим поднять вообще уровень нашего бренда, мы не хотим, чтобы нас воспринимали компанией лента, кружева, ботинки, приходи, у нас все тебе, пожалуйста, и колготки, и помада, и там ершики для унитазов, приходи, все есть, да, любому человеку найдется место в нашей компании. Не хотим мы быть такими. Мы хотим, чтобы нас вот все воспринимали как шведского эксперта в целостном подходе к красоте, как к образу жизни. Точка. Дальше раскладываем. Наш взгляд на красоту, вы этот слайд все видели. Тема какая, что мы, ну, как бы красота это не просто красные губы и розовые щеки, или даже если они красиво накрашены. Нет. Опять вспоминаем тенденции, которые существуют на рынке. Это баланс внешней красоты и внутренней, качество твоей жизни. Так вот, мы шведский бьюти бренд, и мы думаем иначе. Для нас красота это нечто большее. Это отражение выбранного тобой образа, жизни, где важно вот это ключевое, да, как ты выглядишь и как ты себя ощущаешь. То есть это не только красота снаружи, это здоровье твое, и это то, как ты себя чувствуешь, как ты проводишь, какое качество твоей жизни, как ты ее проводишь, чем ты дышишь, какие у тебя интересы, с кем ты общаешься. Вообще, насколько ты удовлетворен, да, своей жизнью. Вот это наше понимание красоты. И в этом смысле мы предлагаем вот такие вот три кита. Первая, да, красота как образ жизни. О чем это, комплексный подход к красоте? Это wellness, это здоровье. Мне очень нравится сравнение. Простите, кто слышит, это уже 51 раз, но я всегда провожу аналогии с картиной. Я вот сама где-то услышала, и мне понравилось. Wellness – это наша рама, это наше здоровье, это рама картины, да. Вот. Уход за кожей – это холст. Гладенько натянутый, подготовленный, да. И наша декоративная косметика, образы, стиль – это то, что мы вот на эту основу накладываем. И тогда картина получается супер. Вот это наш комплексный подход к красоте. И в этом смысле у нас есть, ну, есть что предложить людям. И в этом смысле мы уникальны. Мы не только компания wellness, да. Вот есть же многие компании, вот wellness. Есть только там косметика. Мы тебе предлагаем весь комплекс, вот все, что тебе в этой жизни нужно, есть в одном месте, в рамках нашего Алифаим-сообщества. Привлекательные возможности дохода и карьеры, ну, все вы знаете, да, опять же, не будем время терять. И, наконец-то, я вот дошла до самого важного – это сообщество. Это та тема, которая, вот через которую будет все происходить. То есть приглашение людей, продвижение продукта, продвижение стиля жизни. И вы знаете, сообщество, мне кажется, это такая штука, которая позволяет, вот правда, по-человечески, объяснить человеку о чем вообще, что здесь происходит и в чем ценность твоего продукта. Вот я просто вот, просто как обычный потребитель, меня он, например, напрягает. Когда я прихожу в салон красоты, и вот пока мастер мне там что-нибудь с волосами делает, он начинает рассказывать. У нас есть шампунь, там экстракт черной игры, и вот, а вот и то, и все, и пятая, и десятая. И он мне полностью дает расклад, из чего этот шампунь, какая у него там формула и так далее. Про что это, зачем ты мне это говоришь? Если бы ты мне сказал по-другому, я бы, может быть, и эту ситуацию, ну, восприняла бы этот продукт по-другому. Так вот, наши сообщества, они помогают погрузить человека в ту атмосферу, где все, что мы предлагаем, для него станет первым естественным выбором. Да? Опять же, вот вернусь просто к своему собственному примеру поделиться. Велнес. Мы уже очень много лет торгуем, предлагаем велнес. И, ну, вот я честно, положа руку на сердце, скажу, конечно, на этапе запуска, конечно же, как и все, объелась этим велнесом, да? А потом у меня не было привычки регулярно, например, употреблять велнес. Но как только я начала заниматься спортом, по утрам я бегу на голодный желудок, или там еду на велосипеде. Я прибегаю домой, я есть хочу, как волк, потому что я, ну, проснулась после ночи, есть. Для меня самый первый естественный выбор – это блендер, кефир, полбанана, ложка шоколадного коктейля. Все, я съела, и я нормально, спокойно, не нервничая, собираюсь на работу. И плюс еще, конечно, на меня повлияла презентация Ольги Григорян, которая рассказывала о пользе завтрака, как он запускает, да, вот, все процессы в нашем организме и помогает тебе вообще в человеческий образ прийти по утрам. Вот так вот. Ну, собственно говоря, велнес-сообщество помогло мне, вот, как бы, вот, мне надо. Я теперь не могу без велнеса. Я каждый каталог покупаю по 4 пачки, ну, потому что не только себе покупаю. Вот, инструменты, вы знаете.